МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку по поводу того, насколько соблюдается закон по содержанию уличной сети. В дорожной ревизии примут участие сотрудники районных прокуратур, краевой столицы и полиции. Стоимость ОСАГО для алтайских водителей не повысит и даже обещают снизить. Об этом сообщили в Российском Союзе автостраховщиков. Ситуацию объясняют тем, что в крае у страховых компаний есть специальные офисы урегулирования убытков, которые проводят правовую проверку ДТП, разрешают споры сторон, привлекают независимых экспертов и возмещают убытки. Кроме нашего региона, значение тарифа не изменится или даже снизится еще в 35 субъектах страны. Напомним, с 9 января в России на 20% расширился диапазон цен для ОСАГО. Предельная стоимость страхования выросла более чем на 800 рублей. В связи с этим ряд крупнейших компаний страны в других регионах уже подняли стоимость полиса для легковых машин сразу на 15-20%. В Камни-Наобе из-за коммунальной аварии оказались подтоплены несколько частных домов. Порыв обнаружили накануне вечером. Вода затопила территорию двух домов на улице Ворошилова, подполы, подвалы и хранилища для угля. Сейчас в пострадавших домах откачивают воду. Из сопрожений предосторожности жителям подтопленных строений и их соседям отключили водоснабжение. Заместитель директора муниципального предприятия Каменские теплосети Александр Кунц прокомментировать происходящее отказывался. Это же Каменские теплосети? Да. Можно, пожалуйста, поговорить с Александром Кунцем? У нас вопрос по поводу аварии. Нет, уже никуда вы. А куда можете направить? Не знаю. После этого телефон на предприятии и вовсе отключили. В итоге, когда возобновится подача воды на улице Ворошилова, а также каковы причины порыва, пока остается неясным. 50 миллионов рублей из краевого бюджета выделят на капитальный ремонт бывшей детской инфекционной больницы номер 2. После очередной волны возмущений горожан о состоянии палаты и дефиците медикаментов, власти края пообещали устранить проблему до конца года. Бывшая инфекционная больница сегодня одно из отделений Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Его главный врач Константин Смирнов на сайте регионального Минздрава сообщил, что до конца января в стационаре поменяют матрасы и кровати. А в течение года в учреждении будет сделана перепланировка палаты. Они станут двухместными и с оборудованным санузлом. Кроме того, в отделении заменят коммуникации. Подчеркнем, что капитальный ремонт проведут впервые за 30 лет работы стационара. Более 2 миллиардов рублей направят на льготные лекарства жителям Алтайского края. Средства поступят из федерального и краевого бюджета. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Сейчас в краевом регистре льготников состоит более 200 тысяч человек. Средства в первую очередь направят на приобретение жизненно необходимых препаратов для лечения бронхиальной астмы и онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также на медикаменты для детей до 3 лет. Кстати, для несовершеннолетних с диагнозом сахарный диабет в 2019 году приобретут расходные материалы к инсулиновым помпам. Отметим, что в крае несколько лет наблюдается острая проблема с нехваткой лекарств для диабетиков. Первый глобальный ремонт за полвека. Сегодня жители Барнаула увидят, как выглядит Алтайская краевая библиотека имени Шишкова после модернизации. В Комитете по культуре сообщают, что на первом этаже здания кардинально изменился интерьер и оборудование. Например, теперь в Шишковке есть свое кафе. Слабовидящие посетители библиотеки смогут работать на специальных компьютерах. Всего на проект по трансформации Шишковки было выделено 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Подробнее расскажем в ближайших выпусках. В Крае ясно и тепло. В Славгороде и Камнинаби 8 градусов мороза. В Бийске, Заринске, Белокурихе минус 6 и всего 3 градуса ниже 0 в Рубцовске. В Барнауле ясно. Ветер юго-западный умеренный около 6 градусов мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...